Нужно его развивать и над этим работать. Но сегодня, ребят, я думаю, что вас ждет очень такая яркая встреча с человеком, который для меня очень дорог. Вы знаете, с этим человеком мы дружим очень давно. И я помню ее первые саги, именно когда она пришла в сетевой бизнес. Это была одна из первых таких выездных школ в Москве. Мы с ней встретились. И мы тогда, честно, первые встречи друг друга влюбились. Я не знаю, я ее очень люблю, но я знаю, что это любовь взаимная. И действительно, этот человек сделал себя сам. Я видела, как она росла. Я видела, как растут ее детки. И, наверное, не проходит ни одного дня, чтобы я не видела ее сторисы, не смотрела, с чем занимаются ее детки. Я не знаю, я получаю огромное удовольствие. И сегодня я вижу, насколько очень серьезно развивается ее бизнес. Я вижу, как она сама развивается и идет семимильными шагами вперед. Я вижу, какие ребята у нее в команде. И действительно, мне захотелось пригласить ее к нам на нашу школу, чтобы она поделилась своим успехом. Поделилась, как она. Мама троих детей состоялась в нашем бизнесе. И сегодня, я знаю, среди нас есть очень много мам, у которых много деток. И они тоже хотят поучиться, как так сделать, чтобы реализовать прежде всего себя, наверное, в первую очередь. И чтобы и дети были в этом заинтересованы, как говорится, и чтобы муж еще помогал. Да, Танюш? Я хочу передать слово нашему гостю. Это человеку, у которого идет действительно очень мощное, серьезное международное развитие. И сидя дома, в кругу своей семьи, она развивает очень красивый наш бизнес. Итак, слово. Я хочу, чтобы вы включили свои видеокамеры и поприветствовали. Это бронянтовый директор Юнакова Татьяна. Танюш, тебе слово. Спасибо. Спасибо, Лола. Я вас тоже приветствую. Давайте начнем с питья коралловой воды. Я даже себе такой красивый фужер прикупила, потому что часто в сторис показываю, что я пью и так далее. Давайте за ваше здоровье. Вы мне очень близки. Потому что я сама родом из Казахстана. И, конечно, наша клановость, наша хлебосольность, наш род, это все очень сильно откликается в моем сердце. Поэтому я люблю очень вашу узбекскую организацию. И всем, кто задает мне вопросы в сторис, телеграм, я с удовольствием всем отвечаю. А когда узнаю, что это организация Лолы Халилова, я отвечаю втройне. Поэтому у вас всегда есть блат. Если вы хотите узнать какие-то секретики, говорите, что вы из организации Лолы Халиловой или Венеры Щукиной. Конечно, потому что я всегда, вот у меня несколько было, как Лола говорит, влюбилась. Да, это вот, знаете, это на уровне ниточек. Это какая-то такая вот необыкновенная, как будто паучки тебя вот так вот плетут. И мы когда с Лолой познакомились, мы познакомились с ней во время танца миллионеров. Лол, скажи, у нас вырубится через сколько-то минут зум? Сколько у меня времени, чтобы я таймер себе сейчас? 20 минут. 20 минут. Все, хорошо, я все контролирую, значит, 18-20. И мы познакомились, когда танцевали в «Танец миллионеров», мы встали рядом. И вот за вот эти три минуты, пока вы танцевали, мы болтали, мы знакомились, и мы поняли, что все, мы в жизни больше никогда не расстанемся. И ваш настоящий спонсор, Венера, конечно, безумно меня покорила. Это, опять же, на уровне каких-то чувств, на уровне каких-то эмоций. Даже не знаю, что там из Узбекистана, Ташкент и так далее. Вот чувствуется, понимаете? И когда Венера откликнулась, нам нужно было лететь с детьми, вот последняя у нас была Турция, да, это было в 19-м году, вот, лететь в Леги, в Турцию. И нам нужно было где-то в Краснодаре, ну, вылет был из Краснодара, где-то приехать, да, оставить машину у кого-то во дворе, чтобы мы с детьми добрались до аэропорта. Вот, я сразу знала, что Венера живет в Краснодаре, и она нас и приютила, и накормила, и, в общем, такая очень, я не знаю, я обожаю вашу организацию, давайте тогда о себе. Вот, коротко, как смогу, потому что я себя очень люблю, могу рассказывать о себе бесконечно. Действительно, самое важное, если здесь есть многодетные мамочки, да, и так далее, самое важное, вообще люди, да, вот, надо, конечно, начинать с любви к себе и любить себя, знать себе самооценку, знать себе достоинства, и любые, какие там предложения сыпятся, всегда через призму, а не потеряю ли я себя, потому что мы, ну, то есть, почему я выбрала сетевой бизнес, объясню вам, потому что это возможность не потерять себя в этой жизни, но это возможность найти себе наставника, который будет развивать в тебе самые лучшие мои личные качества, то есть ваши личные качества, и вот немножечко тебе подлепливать, не переделывать совсем, не вот так вот, чтобы на самом деле вот про бизнес-смышление я сейчас слышала, знаете, я, это все было очень жестко для меня, я на самом деле такое не люблю, я не стала такой, и дай бог не стану такой в плане подачи информации, в плане жесткости. Суть, она, да, она одна, но мне нужно немножко другое, и мне очень нравится, что вот я какая была мягкая, женственная, даже до рождения детей, да, я такая и остаюсь, и у меня организация такая же прикрепляется, поэтому все, кто боится, что с определенным уровнем доходов вы станете жесткой, вы станете такой, знаете, демократичной, вы станете такой прям, ну, пугающий людей, не бойтесь, этого не произойдет, богатые деньги нас не портят, деньги открывают в нас самое лучшее, что есть в нас. Я сейчас намного, намного комфортнее себя чувствую, я сняла с себя все маски. Когда мы работаем по найму, у меня был свой традиционный бизнес, мы должны кем-то казаться, мы должны, если мы работаем по найму, мы должны какую-то маску иметь сотрудника по найму, то есть мы должны выполнять какие-то обязательства. Потом я работала руководителем по найму, там тоже нужна какая-то маска, то есть ты не можешь перед подчиненными раскрыться, потому что ты потеряешь лицо руководителя. У меня был свой бизнес, и там тоже определенная маска, потому что тебя должны люди как-то воспринимать, ты же руководитель, ты же не тряпка, соберись, ты вообще не женщина, в бизнесе нет мужского и женского лица. Я поэтому и выбрала сетевой маркетинг, потому что здесь я могу остаться той, кем я была. То есть я могу быть девочкой маленькой, могу быть любимой женой, танцевать, петь на мероприятиях, где я хочу, но, конечно, я могу и тренинги серьезные давать на 7 тысяч человек, пожалуйста, могу тоже выйти и рассказать. То есть сетевой маркетинг, я здесь нисколько себя не потеряла, я здесь еще больше себя обрела. И если кто-то еще раз боится больших доходов и думает, что вы прям совсем переделаетесь, нет, ваши доходы будут вас только радовать и, наоборот, раскрепощать. Мне 37 лет, родом я из Казахстана, город Актюбинск, 21 год уже живу в России. И когда я приехала, началась моя, так скажем, карьера. То есть с 16 до 26 лет я проработала не в сетевом маркетинге. То есть это были обычные работы, я работала и в подчинении, я работала и руководителем, и у меня был опыт своего собственного бизнеса. И чтобы вы понимали, меняя каждую работу, я всегда во что-то упиралась. Либо я упиралась в недальновидность руководителей, то есть мне хотелось большего, я дальше видела, больше видела, предлагала, а они этого не хотели. Либо я упиралась в потолок зарплаты, либо я вырастала быстро, а дальше не было куда расти. Либо продукт был некачественный, нехороший, вот, и я не могла продавать какой-то, ну, короче, какой-то плохой товар, короче, да, и хороший человек, я не могу продавать плохой товар. Либо я беременела, и вот так вот получилось, что я на 11 лет уже в декрете, да. И чтобы вы понимали, я за 10 лет сменила 6 мест работы. Везде я уходила с хорошими отношениями. К любому моему руководителю сейчас пойди, он скажет, боже, это девочка мечта, и когда она уходила, мы всем отделом плакали, но, извините, нужно дальше развиваться. И для сравнения, последние 10 лет, почти 11, я в сетевом маркетинге. Это к вопросу о том, когда вы думаете, что вот работа – это стабильно, завод – это стабильно, вот, и это какая-то крыша надо мной, да, а сетевой маркетинг – это все нестабильно, это может завтра пролететь. Компания, да, сетевой маркетинг, кстати, нестабильно, но компания Куралклаб – это вообще что-то космическое, поэтому у нас в Куралклаб все, конечно, стабильно. Дальше началась моя история так, почему я попала в сетевой, потому что я начала рожать детей, и у нас с мужем мы с ним встретились рано, в 16 лет или в 17, я уж не помню, ну что, 21 год мы вместе, получается, в 20-м году, да, вот. И мы сразу договорились об общих целях, что у нас будет пятеро детей, как минимум, Бог даст, больше будет больше, что у нас будет большой международный бизнес, что мы будем жить возле моря, что мы будем путешествовать, в общем, какие-то у нас такие планы. И это очень важное качество не только для бизнеса, а еще и по жизни – договориться на берегу. Это залог стабильного брака. Я надеюсь, что мы проживем до конца жизни, уже 21 год удалось. Ну, мало ли чего, но я надеюсь, да, что это все будет, потому что мы научились договариваться на берегу. И получается, что в 26 лет мы начали рожать первого ребенка. Когда я родила первого ребенка, я поняла, что я уже точно не выйду ни в какой офис, ни на какую работу. Это был, кстати, кризис 2009 года, 2008-2009, и мне предлагали огромные деньги, хорошие условия. Я работала тогда в России, в столице Москве, да, вот. И мне предлагали там, Таня, выйди, нам нужны хорошие специалисты. И я поняла, что я вот этого кроха уже не оставлю. Я ни на одну секунду его не оставлю. Кстати, я не являюсь той мамочкой-наседкой, которая вот чуть-чуть вот так вот, да. Я мама-наставник. Но все равно, конечно, я не хочу, чтобы жизнь моих детей, каждое слово, каждый шаг, каждая эмоция проходила мимо меня и моего мужа. И мой муж тоже предприниматель последние два года. Он говорит, боже, я пока работал на заводе по найму, я пропустил просто полжизни. И как вы все выросли, и теперь он отвозит дочку в детский сад, забирает ее, следит за каждой ее. Ну, то есть с пацанами, у меня два старших мальчика и его дочка. Вот. Этого не было, потому что человек прожил на работе, и это, конечно, тоже такой небольшой косячок, так скажем. Но мы это все убрали. И когда пришло время вот мне выбирать, куда дальше двигаться, Бог мне послал. Я сама начала искать бизнес в интернете. Мы тогда хотели открыть интернет-магазин, но так как официальных доходов не было, я же была в декрете, у мужа обычная работа, нам не дали, слава богу, кредит на интернет-магазин. Иначе бы влипли не по-детски. И я наткнулась на секреты миллионеров Алексея Луконина. И, естественно, я поняла, что жизнь уже не будет прежней. Тут Бог подослал нам атопический дерматит у моего ребенка и закрутилась, закрутилась, начала разбираться в технологии здоровья, в концепции здоровья. Я уже искала живую воду, и, в общем-то, так все сложилось, закрутилось. И папа мне в свое время сказал, что дочь, люди, которые занимаются водой, никогда не будут бедными. Он сказал так, люди, которые занимаются водой и хлебом, никогда не будут бедными. Он всю жизнь занимался хлебом, и мы, конечно, всегда будем в шоколаде. Ну, а я выбрала себе область воды, и, конечно, еще раз выпьем за любовь. Вот. И понятно, что надо рожать дальше, да? То есть мы с помощью продукции Coral Cup подлечили, вылечили полностью атопический дерматит, вылечили дисбактериоз у старшего ребенка. Хотя, вы представляете, вот, чтобы мамочки, если слышат, да, или вообще историю, год и восемь ребенок вообще не ходил нормально в туалет. Это все время был жидкий понос, чтобы вы понимали, это была для нас головная боль, этот атопический дерматит. Он все время чесался, а надо было дальше уже беременеть. А мы боялись, потому что если один ребенок так болеет, нафига тогда эти в четырех рожать? Ну, то есть это просто никакой личной жизни. А мы с мужем очень любим нашу личную жизнь, наше пространство, пожалуйста, не лезьте. Вот, то есть мы не потеряли вот этот вот дух молодежи, молодежного такого сексуального настроения в семье, несмотря на то, что у нас куча детей и будет еще больше, и внуки пойдут. То есть мы все равно это все любим. И получается, что Бог подослал нам Коралловый клуб, подослал Калаваду, мы это все с ним прошли, мы поняли, что мы первого ребенка просто вынашивали в бомжатнике, а не в пятизвездочном отеле. И я поняла, что об этом нужно идти к людям, нужно кричать об этом. В первый же месяц я стала директором, потому что я не могу молчать. Смотрите, какая ситуация. Люди всегда за мной шли, всегда. У меня и мама такая, у меня и папа такой. То есть это всегда какая-то староста, какие-то деньги собрать, какие-то кружки организовать. Теперь оставался вопрос, куда я иду? Потому что люди за мной идут, понимаете? То есть важно, чтобы я шла, люди за мной шли, и впереди были рельсы собраны, и мы видели конечный путь. И второй вопрос, с кем я иду? То есть мне надо было научиться отбирать людей. И, конечно, команда Алексея Луконина, наша команда Мечта. И благодаря тому, что я уже и деньги начала зарабатывать, то есть у меня сложилась картина, как я могу построить именно международный бизнес. Кстати, я уже тогда, мы переехали из Москвы в свой маленький город Старый Оскол, у нас население 250 тысяч. И я вообще себе не ставила в рамках, я вообще никогда не мыслила своим маленьким городом Старым Осколом. Я очень люблю этот город, безумно, но я никогда не мыслила. Я еще тогда, 10 лет назад, сразу начала строить международный бизнес, сразу. У меня практически сразу пошли ветки в разные страны. Я начала искать потребителей, клиентов, начала на Фейсбуке находить мамочки в Хорватии, мамочки в Испании, мамочки в Германии. Ну, понятно, сначала я работала по мамочкам, потому что я должна была поделиться своим результатом. И поэтому за мое время в Курал Клаб вот эти все проблемы в Украине, там, с узбекской структурой, потом у нас какие-то там, где-то в каких-то странах, да, то кризисы, то курсы. На моем чеке это никогда не отражалось, потому что у меня клиенты, потребители, сеть в разных странах, если у меня рухнула где-то Украина, то у меня поднялась другая страна. Всегда это был баланс. Поэтому я никогда не боюсь, если что-то где-то в какой-то стране произойдет, у меня много стран, и бизнес всегда по яйца по разным корзинам, как называется, да. Сразу же мы когда после Калавады поняли, что мы здоровые люди, мы родили второго ребенка, вот. Потом мы немножко выждали перерыв, я очухалась, потому что двое детей, это просто нонсенс. Вот, и потом уже через пять лет мы родили третью дочку, и теперь у нас, конечно, по плану стоят еще детки дальше. Вот, и опять же, хочу вам сказать, почему именно сетевой маркетинг, потому что это возможность создавать, то есть у меня сложился пазл, возможность иметь большую семью и быть семьей, а не выбирать работа или семья, карьера или жизнь. Это большие деньги, потому что то, что я сейчас зарабатываю, то, как я сейчас зарабатываю, вообще это просто мечта. Не то, что для нашего города и для Европы в целом. Вот, то есть я когда говорю, что я вот сейчас-то там уходила только, ну, грубо говоря, там в домашние одежды, в бижаме, в бегудях, тут же я с вами уже, и они смеются, ты куда? Я говорю, я на работу. То есть я сейчас сижу в комнате своего дома и с вами, естественно, общаюсь. Я всегда это делала. Не в пандемию я стала строить международный бизнес и по интернету. Я это делала всегда, вот, и понятно, и время мое, очень важно мое время. Я понимаю, что с большой семьей у меня много времени уйдет на другие какие-то моменты, и мне, я играю на время. Я сейчас выигрываю свое дальнейшее время, потому что понятно, что деньги у меня уже будут, но мне сейчас нужно вложиться в организацию. Я каждый день, я встаю, я с мыслью, что у меня сейчас Австралия уснет. То есть где-то три часа осталось. Я отправляю детей, я быстренько начинаю звонить. Потом у меня Австралия засыпает, я пошла завтракать. Потом у меня Россия начинает активно. И таким вот образом, кстати, в чем прикол международной организации? Я иногда ночью проснусь и спать не хочу. Я смотрю по этому часовому поясу, кто у нас не спит. Я звоню по своему московскому в четыре часа утра. Я говорю, хеллоу, ты спишь? А ты чего не спишь? У вас же в России ночь. Я говорю, а у тебя не ночь? Давай работать. Вот. Я очень горю. И что мне дало понимание, что у меня здесь точно получится? Это событие. Я никогда не пропускала ни одно событие. Я помню, один раз пропустила, потому что у меня были роды на 18 июня. А событие было у нас в Киеве. Нет, в Беларуси, Минске пропустила. Как раз вот около июньских. Вот эти мы очень побоялись, потому что вторые роды как бы говорили, что они могли раньше быть и так далее. Но родив Тимошку, своего второго ребенка, значит, две недели ему, и мне Снежана Новикова, мой наставник, пишет из Воронежа. А Воронеж полтора часа из-за отсюда. Я, конечно, понимаю, что ты родила, но у нас в Воронеже будет Алексей Луконин. И все. Как вы думаете, я могла это событие пропустить? Нет. Я всегда на событиях. Это для меня жизнь. Мы приехали вместе с мужем, с Тимошкой. Он, естественно, сосал грудь. Еще Луконин говорит, кто это здесь чапкает? Кто это мне мешает? И Наташа Бандурина говорит, у нас тут малышу два месяца. Все нормально. Она ему ножки чесала в пеленочку. То есть я вам хочу сказать, что меня сделали события. Я очень много ездила сама, без людей. Но очень много я возила людей. То есть вот это понимание, что гарантия твоего будущего. Я всегда... То есть вы понимаете, что я в 17 лет уже решила, какая у меня жизнь будет. И я каждый раз сейчас... Мне говорят, Тань, что тебя двигает? Мне не нужна никакая внешняя мотивация. Мне ни разу... Я одна в городе. У меня нет ни одного наставника в городе. Я выросла абсолютно сама. Не было офиса, я его открыла. Потом решила рожать. Я закрыла офис, все перевела в интернет, заказы через интернет. То есть лидерская реакция какая? Если чего-то нету, возьми и создай. Не надо ныть, не надо передавать эти проблемы верхнаставникам и говорить, мы не можем работать, потому что у нас товара нет, потому что у нас бизнеса нет. Ни разу никому я это не сказала. Я вижу, что у меня там что-то не ладится. Низкая покупательная способность в России. Да, блин, ну его эту Россию. Пошла я на Америку, пошла я на Европу, пошла я в Великобританию. Где высокая покупательная способность? Так, на Австралию пошла. У них бесплатная доставка от 400 евро. А если меньше закажут, то 35 евро. У меня минимальный заказ на 400 евро. А это 550 баллов с каждого человека. То есть это директор за один заказ. Опа, вам бизнес-схема, как хотели. Мамочка многодетная, а вроде не тупая, да? Поэтому события сделали меня такой бизнес-ориентированной. Я не бизнес-леди. Никогда не люблю, когда меня так называют, потому что бизнес-леди это всегда в каких-то очках, в строгом пиджаке, с красными губами, с красными туфлями такая вся сидит себе. Нет, я обычная женщина. Но сумела стать необычной благодаря сетевому маркетингу. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что... Танюс, Танюс, я извиняюсь. Сейчас может быть закончится Zoom. Но мы давай зайдем заново. Давай, давай. Ребят, по этой же ссылке мы заходим заново. Как только закончится Zoom, заново заходим. Хорошо, ребят? Хорошо, поняла, поняла. Вот, чтобы вы понимали, что здесь возможность, еще раз, чего я начала, не потерять себя. Наоборот, возможность найти себя. Потому что сетевой маркетинг для меня... Давайте так, не сетевой маркетинг, а все-таки Coral Club. Потому что сетевой маркетинг, это и компании... Они смотрят, когда придет маршрутка. Если не придет, то они знают, как вызвать такси. И везде сами, все сами. То есть, если мне с утра хочется поспать, они знают, что ко мне в комнату не заходи. Они поставили будильник, проснулись, приготовили себе кушать. Приготовили себе кушать. Помыли посуду, помыли обувь сами. Если грязные там какие-то штаны в грязи, знаете, заляпались там, они сами их отмыли. Я ничего этого не делаю. Вот. Но я люблю своих детей. На самом деле, нет, не думайте, что я такая прям армейская. Просто воспитание, я понимаю, что детей будет много, семья большая, это как в сетевом бизнесе. Чем мы больше кудахчем над своими людьми, чем мы дольше этого лидера. Нет, вот так вот научили, потом чуть выбросили и смотрим, выплывет, не выплывет, выплывет, не выплывет. Если выпал, то лидер, если утонул, то не подождем еще, поднаблюдаем. Так, заканчивая всю свою эмоциональную речь, потому что я могу говорить долго, какие еще могут быть у вас страхи? Лол, может, мы какие-то вопросы, или мы не планировали вопросы? Какие страхи могут быть у людей? Я просто хочу довести до вас, что Карл Клаб, это вот как такой стать? Вот вы написали, что меня ждут, да? Надо просто увидеть грани, вот расписать, что для вас в жизни важно, понимаете? Вот что для вас важно? Для меня, например, для меня отношения с мужем все-таки хочется, чтобы это был муж один на всю жизнь, да? Пять детей, международный бизнес, родители рядом, здравие и так далее. Не потерять себя, хорошо одеваться и так далее. И вот это все можно найти в Карл Клаб? Можно. Быть богатой можно? Можно. Быть счастливой можно? Можно. Дальше еще корыстный интерес. Почему я нахожу людей в разных городах и странах? Потому что я хочу, я смотрю канал Ктушкина, типа Орел и Решка, и мы с мужем отмечаем себе, где мы хотим пожить. Не просто приехать на 7 дней, попутешествовать, он инклюзив и так далее, а именно пожить в этой стране, почувствовать. Это, например, полгода на Гавайях, это полгода в Австралии, это еще Испания, Италия, Греция, где понравится. Не понравится, ласты свернули и поехали дальше, да? То есть, конечно, это все нужно, конечно, это все возможно скоро в Карл Клаб. Именно поэтому я в этой компании, именно поэтому я так и строю свою организацию, выращиваю лидеров. Я понимаю, что я, мне говорят, Таня, в чем суть твоей профессии? Я говорю, моя суть, суть менять жизни людей. Вот это очень важно, потому что моя жизнь изменилась в один момент. Когда я услышала Алексея Луконина, когда я начала пить продукты, когда получила результат, и у меня сразу картинка жизни сложилась, да? И теперь моя задача не просто наполить коралловой водой. Я вот так, как с вами сейчас открыто общаюсь, я общаюсь с каждым человеком на первой встрече. Я рассказываю о себе, и он потом чувствует, его тянет ко мне как магнитом, потому что бизнес-партнер – это не просто человек с распечатки, да? Вот там распечатка, я распечатывала, как я вместе закрыла. Нет, вам с ним вместе в поезде, вместе там в отеле спать, да? Вместе на сцене обниматься. То есть он должен быть вам симпатичен, и тогда уже может на этой базе возникнуть коммерческий интерес. И еще такой момент. Чтобы строить бизнес, для меня очень важный показатель – бизнес должен строиться легко. Вот если он строится легко, если человек легко меня чувствует на первой встрече, я его чувствую, мы сцепились языками, пошли-пошли, то значит, это мой человек. У моего наставника Ирины Александровой есть очень хорошая пословица, она говорит, что свое не отвалится, чужое не прилипнет. Я понимаю, вот если я на встречу смотрю, ну вот через WhatsApp, да, мы созвонили с человеком, и я сижу, я смотрю, она что-то там пытается выделывать. И главное, что мне некомфортно, я не могу быть самой собой. Я говорю, вы знаете, мы, наверное, друг другу не подходим. Я могу дать еще человеку шанс, я говорю, вы посмотрите видео про воду, про коловаду, может быть, я так себе думаю, может в голове человек заблудился и, ну, посмотрит и скажет, Тань, давай попробуем. А вы знаете, что когда человек пройдет воду и попьет, ой, пройдет коловаду и попьет воды, он меняется. То есть я как бы ему даю шанс, но однозначно у меня, я нашла себя, и поэтому меня везде ждут. И чтобы вас везде ждали, уберите эту гордыню, уберите это эго. Кстати, напишите в чате, есть люди, которые стесняются снимать stories, которые стесняются звонить, которые стесняются что-то предлагать. И вот у них такое все, вот слово стесняюсь, не могу, не хочу, боюсь перебороть себя, боюсь показаться. Вот такие есть? Сейчас я посмотрю, кто у нас в чате тут что пишет. Вот, да, вопрос. Так, есть у нас такие? Ну, я думаю, что есть, потому что обычно, когда я задаю такой вопрос, все пишут. Вы знаете, это гордыня вас говорит, это вас говорит гордыня, потому что вы боитесь, вы в этой маске ходите, и вам кажется, кто что о вас подумает. Да вообще не важно, кто о вас подумает. Мадонне неинтересно было, кто что о ней подумает, и она известна на весь мир. Мерседесу тоже плевать, кто что о нем подумает. Он сделал качественный товар, и он светит, и на него приходят. И я для себя решила, что я как маяк. Ни один маяк не бегает за кораблями. Он просто стоит и светит. И мои корабли приходят на мой свет. Поэтому всегда начинайте с себя. Почему звонки проблемы? Начинайте с себя. Встаньте за себя. Не врите себе. С собой поговорите. Зачем вам Курал Клаб? Пропишите выгоду. Увидьте здесь свое будущее. И тогда вы себя настолько полюбите. Вот так вот. Вот так себя полюбите. И тогда люди начнут к вам приходить на ваш. Они скажут, вот с этой девушкой я хочу до конца жизни. Вот я к ней прилеплюсь как... Но здесь другой момент. Дальше уже ваши наставники вам подскажут, как делать так, чтобы из вас не пили сок и не пользовались своим вампиризмом в вашу сторону. То есть человек должен заслужить быть в вашей зоне. То есть мы же не обязаны на каждого человека размениваться. То есть мы тогда уже работаем по обязательствам. В каком плане? Если ты хочешь, чтобы я тебе давала консультации по здоровью, еще пей продукт, будь осознанным потребителем. Я тебя веду по программе. Значит, ты должен каждый месяц пить определенный набор продуктов, потому что я гарантирую успех только, когда мы с тобой пьем продукт. Если он хочет в бизнес, окей, я работаю с вами по обязательствам. Для того, чтобы быть в моем окружении, для того, чтобы питаться моей энергией, для того, чтобы отобрать меня от моей семьи для тебя на твою встречу, на Zoom сегодняшний. Почему я пришла? Потому что Лола позвонила. Я говорю, конечно, конечно. У меня там муж сидит, трое детей, 25 рыбок в моем аквариуме. Кто не подписан на меня в Инстаграм, посмотрите. Но я бросила все, и я пришла, потому что это ценно. Это дружба, это окружение, это бизнес-отношение. Вот еще раз, то есть начинайте с себя. Потому что многие говорят, люди не те попадаются и так далее. Люди – это ваше зеркало. Вот если вам попадаются такие тупые дебилы, еще какие-то, значит, вы не до конца поняли, для чего вы, какая ваша миссия в Коралл Клаб. Повышайте свою значимость, повышайте свою эффективность, открывайтесь, меняйтесь, ходите на события. Каждое пропущенное событие просто не то, что отдаляет вас от вашей цели, она просто выбрасывает вас на берег и не дает вообще никаких шансов. И вы полгода на необитаемом острове. Вот кто пропустит, в этот раз у нас есть директорская школа, когда у нас будет она, вот она, 17-18, да, по-моему, два дня. Вот кто пропустит директорскую школу, да, кто не позволил себе там закрыться, например, в марте, да, вот прям вас выбрался, вот так вот скрутила и выпросила нафиг на необитаемый остров на полгода, все. Стоило ли из-за этого в марте заморочиться и закрыть директора и попасть? Да. А своим партнерам стоило помочь? Да. Мы помогаем только тем, кто уже готов и кто хочет, кто, опять же, увидел будущее с компанией. Я всегда говорю человеку, он начинает ныть, приходит мне, звонки не звонятся, встречи не встречаются, люди не люди, и так продукт не пьется, вода не ощелачивается. Я говорю, какое будущее ты видишь в Курал Клаб? Расскажи мне, кем ты видишь себя в Курал Клаб через 5-10 лет. Вот тут надо разбираться. Поэтому вопрос, вы видите себя в Курал Клаб? Каким вы видите? Если видите вы себя таким клевым, таким модным, таким богатым, таким танцующим, путешествующим, ну там, у меня, конечно, в голове, как всегда, муж, дети, понятно, что организация большая в разных городах и странах. Люди это читают с вас, они читают, они видят, что они за вами хотят пойти. Если вы на встречу сидите и сами не знаете, что хотите, ну, они и не знают, идти за вами или не идти. В общем, мне кажется, все, что я хотела рассказать, я рассказала, я с удовольствием буду приходить еще на ваши школы. Я очень запоминаю каждого человека, кто выступает на директорской школе. И стремитесь всегда быть на директорской школе, чтобы хотя бы один раз упомянули ваше имя. Либо это новая квалификация, либо рвитесь рассказать какой-нибудь результат о себе, да, там, в бизнесе, о продукте. То есть на директорской школе всегда должен, всегда на каждой должны услышать ваше имя. Тем более, если там ваши люди. И мыслите успехами людей. Это самое важное. Потому что все, что мы можем забрать с собой на тот свет, это количество вспоминаемого вашей имени. Ну, не то, что даже на тот свет, мы и при жизни успеем хорошо, знаете, хапнуть этого добра. Потому что я, когда просыпаюсь, я вижу, что открываю телефон. И Таня, спасибо, у меня ребенок сегодня сходил в туалет. Таня, спасибо, у меня сегодня муж ночью порадовал после здорового кишечника. Таня, спасибо, я теперь живу в другой стране, и у меня есть продукт коралла. Ну, то есть я когда засыпаю, тоже все эти благодарности. И я, конечно, веду сама дневник благодарности. Каждый вечер, и мы с детьми, у нас, я на ночь не считаю детям сказки. Это чужая жизнь, мне неинтересна ни Иванушка-дурачок, ни Царевна-легушка, ни Козленочек. Мне интересны мои дети. И у нас такой ритуал, мы ложимся, и что хорошего было за день. И вот они рассказывают. Причем они такие мелочи даже рассказывают, что, ой, сегодня маршрутка пришла вовремя. Ой, мама, мы пришли, а дома пицца. Ой, мамочка, я позвонила, и ты сказала, я спросила, можно купить творожок? А ты сказала, а сколько ты хочешь творожков? А я сказала, не знаю, ну пять, может десять. Я говорю, сынок, купи двадцать. Он, двадцать можно! То есть эмоции, вот эти вот они, дети на ночь засыпают, и вот это вот энергетика. Поэтому дневник благодарности обязательно. И, конечно, калаш мечты и калаш желаний. Я вам рекомендую всем посмотреть фильм «Марафон желаний». У нас в России очень популярны «Марафоны Блиновской». Я не знаю, как там у вас. Вот. То есть и наши все тренинги, события. Будьте штучным товаром. И не позволяйте быть, и не позволяйте себе стать скоропорчищнымся товаром. Наверное, так. Я, наверное, остановлюсь, потому что меня, наверное, будут хоровить. Я буду говорить, говорить, говорить. Танюш, огромное спасибо тебе. Вот настолько я всегда получаю удовольствие, когда ты выступаешь, когда ты говоришь. И хочется сказать, не останавливайся, Танюш. Не останавливайся. А надо научиться, потому что это как черный пакет на голову одевать, завязывать и уводить. Не надо, не надо. На самом деле я получила огромное удовольствие, Танюш. И я думаю, что наши красивые женщины, которые здесь были с нами, они с удовольствием послушали твою историю. И я думаю, каждый из них захотел перенять у тебя очень многое и научиться у тебя. Ну, я думаю, кто поедет на ЗДЗ, мы еще пообщаемся. Я вас обниму, поцелую лично, передам свою энергетику, потому что ЗДЗ – это необходимость в нашем бизнесе. Мы едем на ЗДЗ. И мы едем на ЗДЗ. Нас много с Узбекистана. И с моей командой у нас семь человек едет. Так что я рада вообще. Спасибо тебе за твою энергетику, за то, что ты поделилась, за то, что ты настолько открытая. Я думаю, у нас тут Венера есть. Венер, ты подключишься? Друзья, добрый вечер. Я в восторге от Таниного, вот, выцепления, от искренности. И, вы знаете, вот, любовь к делу, любовь к жизни, вот это прям вот, вот это излучает. И, Танин, знаешь, что вот важно, то, что ты сказала, мне очень хочется, чтобы ребята это запомнили. Вот сетевой без позволяет быть самим собой. Да, я не такая, какая я сейчас, но путь жизненный, он на тот данный, чтобы мы, да, совершенствовали, чтобы мы менялись, а не сидели, знаете, как в своей скорлупе, такие, знаете, ничего не хочу, никому ничего не скажу. Вот, конечно же, сетевой бизнес он раскрывает. И если каждый из вас хоть вспомнит, хоть чуть-чуть вспомните назад, вернитесь, какими, какие вы сейчас, как вы горите, как вы живете, как вы готовы делиться, друзья, вы просто себя раскроете. Тань, тебе огромное спасибо за, я кайфанула от твоего выступления, какой ты живой человек. Я думаю, все вот, я думаю, если каждому дать слово, каждый тебе скажет тысячу-тысячу слов благодарности за ту искренность и ту любовь, которую ты сейчас смогла подарить нам. Спасибо вам, приглашайте, я обязательно приду. У меня энергии вагон, а почему ее вагон? Потому что я не трачу энергию на ношение маски. Очень многие люди очень много тратят энергии на ношение маски. Надо быть кем-то, надо быть такой женой, надо быть такой матерью. Когда ты снимаешь все маски и становишься самой собой, у тебя появляется лишняя энергия, ты ее можешь отдавать людям. А люди этого ждут. Человеку нужен человек. Сто процентов, сто процентов согласна. Спасибо огромное. Ну что, друзья? Спасибо, девочки. Да, спасибо, Танюш. Я думаю, у нас это только начало, и мы еще не раз соберемся, так, да, как говорится. И, как вы уже знаете, завтра в 11 часов по Ташкенту, в 9 часов утра по Москве у нас будет концепция здоровья. И тема у нас очень актуальная на сегодняшний день. Это аллергия. Это часто встречается весной, да. И я думаю, что вы получите именно все те ответы на свои вопросы, как вообще решить вопрос этой аллергии. У нас завтра будет очень много результатов. Очень много спикеров наших готовятся, поверьте. Целую неделю только и готовятся к субботе. Так что приглашайте всех своих знакомых. Ну и в воскресенье мы ждем вас в нашем кафе Марьям в 11 часов на наши оффлайн-встречи. Ребят, приходите, приводите своих друзей. Вы знаете, что у нас всегда теплая атмосфера. И, как говорится, мы всем рады. И до новых встреч. Танюша, огромное спасибо. Обнимаю, обнимаю. На ЗДЗ зажгем. Обнимаем всех. Огромное спасибо. Большое. Благодарю, Татьяна. Спасибо большое за эмоции и энергию. Запись будет. Запись сегодня встречи нужна. Танечка, благодарю. Благодарю, дорогая. Просто зажгла. Спасибо. Да, Танюш, благодарю тоже вас за вот эту легкость. Легко и радостно и в бизнесе, и в семье, и вообще по жизни. Благодарю вас за опыт, за эмоции. Было круто. Ну что ж, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Поэтому вот не пропускайте наши вот такие школы. Потому что никто не знает, какие гости у нас, какие спикеры. И именно в данный момент, кто сегодня по какой-то причине не присоединится на наше очередное событие, он пропустил выступление нашего очередного спикера. Поэтому действительно наличие бизнес-мышлений это тоже отношение к событиям. Поэтому будьте с нами, присоединяйтесь и помните эти даты. Вторник, пятница и суббота в 11.00. Танис, спасибо большое. И до новых встреч, ребят. Спасибо вам большое тоже. До свидания. Всем огромная благодарность. Офигенно. Спасибо, ребята. Все понятно. Спасибо. Благодарю, да. Спасибо всем. Благодарю.